Добрый вечер! Добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Ист-Палестин находится на границе с Пенсильванией, буквально в метре. Так что если в Ист-Палестине происходит что-либо значимое, скажем, токсичное облако, поднявшееся над городком на тысячу футов, то это, конечно же, повлияет и на соседний штат. Именно поэтому, спустя три дня после того, как там поезд сошел с рельсов, выпустив огромные объемы химикатов в почву и воду, Джош Шапира, губернатор Пенсильвании, дал пресс-конференцию об этом. Шапира заявил, что власти решили поджечь эти химикаты, что весьма правильно, так что не надо слишком уж переживать. Сжигание этих химикатов, сказал Шапира, прошло, цитата, как и планировалось. Также и местные власти назвали сжигание, цитата, идеальным. Майк Девайн, губернатор Огайо, согласился с этим. Люди, занимающиеся этим, железнодорожные инженеры и надзирающие над ними власти штата, держат все под контролем. Спустя два дня был официально выпущен указ об эвакуации, как для жителей из Палестина, так и приграничной Пенсильвании. Это было на прошлой неделе. Ну а потом немало людей весьма громко обсуждали вопрос, было ли разумно сжечь тысячи галлонов винилхлорида, выбрасывая воздух над заселенной местностью биооружия времен Первой мировой. Было ли это правильно? И было ли безопасно людям возвращаться домой спустя два дня? И если да, то откуда мы это знаем? Кто-нибудь вообще мониторит хоть примерно уровень опасных химикатов в воздухе, почве, воде из Палестина и вокруг него? Что ж, нет, по-видимому никто. Что если задуматься весьма огорчает и говорит о провале на всех уровнях. Первая обязанность государства — защищать граждан. Так что все плохо. И это очень плохие новости для безрассудных политиков типа Джоша Шапира и Майка Девайна, которые сделали эту катастрофу еще хуже. И сегодня оба, и Девайн, и Шапира отчаянно пытаются переиначить свои заявления о так называемом контролируемом сжигании. Оба теперь решили, что токсичное грибовидное облако над Ист-Палестином, решение, принятое ими и продвигаемое на телевидении, на самом деле, это плохо. Все пошло не по плану, это не было идеальным. И оба же губернатора назвали виновника, не себя. Ну, конечно же. АЖД-компанию, Норфолк Саутерн, оба теперь рассматривают подание исков компании. Прикрывая свою задницу, Джош Шапира даже написал письма в Белый дом и Министерство транспорта, заявляя, что Норфолк Саутерн, цитата, «не пожелали рассказать о другой альтернативе, предложенному ими сжиганию и развеиванию». Ведь было очевидно, говорит он, что, возможно, был, цитата, «более безопасный подход для спасателей, жителей и окружающей среды». Это было очевидно. Они просто не сказали ничего об этом. Изумительно. И, кстати, мы не защищаем тут Норфолк Саутерн. Мы просто показываем, что у Норфолк Саутерн была сильная поддержка от Джоша Шапира и Майка Девайна, когда оно поджигало эти химикаты и вызвало грибовидное облако. И, кстати, администрация Байдена тоже это поддерживала. Согласно Питу Бутиджачу, чиновники Байдена были на месте. И, тем не менее, они и слова не сказали по поводу грибовидного облака, пока его фото не вызвали всплеск негодования в соцсетях. Конечно, не сказали. Они даже не заметили. Ведь это не связано с равенством или климатом. Это небогатый городок белых, голосовавших за Трампа, так что, если по-честному, кому не все равно? В администрации Байдена всем наплевать, что ужасно. Люди, чье равнодушие позволило этому случиться, должны быть уволены, начиная с Пита Бутиджача до губернаторов Джоша Шапира и Майка Девайна. Им было все равно, и они были на этом пойманы. И даже сейчас Майку Девайну, очевидно, все еще наплевать. Вот он, утверждающий, что все хорошо. Итак, губернатор, если бы это была ваша семья, то вы бы хотели, чтобы они вернулись обратно? Ну да, в смысле, мы знаем это. Мы продолжаем проверять воздух и проверять воду. Но все указывает на то, что там все безопасно. Да, мы знаем это. Весьма неадекватный ответ. Да и лживый, к тому же, так как, конечно же, Майк Девайн не живет в Ист-Палестине, да и вряд ли когда-то будет. Животные в Ист-Палестине умирают тысячами, и не обязательно быть химиком, чтобы понимать, что это нехорошо. Город был отравлен. Жители переживают из-за того, что все еще в воздухе, в воде и почве их сельской местности. Не говорите мне про безопасность. Рыба плавает кверху брюхом. Власти Огайо подтверждают гибель около трех с половиной тысяч рыб в местных заводях в последующие за катастрофой дни. Но настаивают, что обширное тестирование показывает, что угрозы людям и животным нет. Они говорят, что случаи заболевания жителей единичны, и нет подтверждения связи этого с вылившимися с поезда опасными химикатами. Есть только единичные случаи. Это еще называется реальность. Может, еще придет Тони Фаучи, чтобы рассказать нам про науку. Но Аманда Брешерс, наверное, не прислушается. Она живет там, в десяти милях от Ист-Палестина, в Лиме, Огайо. Она говорит, что даже в Лиме, на таком расстоянии, горящие химикаты пахли как хлорин и повредили ее глаза. И она также сказала, что ее курицы, и это плохой признак, независимо от того, что они говорят, умерли без видимой причины. Я зашла в клеть, и вот что я обнаружила. Этим утром Аманда Брешерс собиралась покормить своих пятерых несушек и петушка, когда обнаружила их безжизненно лежащими на своих местах, без признаков проникновения к ним хищников. Я очень расстроена и почти паникую, так как, может, это всего лишь и курица, но это моя семья. Брешерс сказала, что еще вчера ее куры были живы. Она считает, что запах, появившийся после детонации поезда, везущего химикаты и сошедшего с рельсов в Ист-Палестине, виновен во внезапной смерти ее птиц. Запись моей видеокамеры показывает, что мои курицы были в полном порядке, пока они не начали сжигание, и как только они его начали, мои курицы заболели и умерли. Если это может сделать такое с курами за ночь, представьте, что она сделает с нами за 20 лет. Как и всегда, если хочешь узнать, что люди думают на самом деле, не слушай, что они говорят. Слова дешевые люди лгут, смотри, что они делают. Майк Девайн может говорить, что в Ист-Палестине безопасно, но заметьте, он там и дня не провел. Одна женщина, живущая там, заметила, что федеральные власти, в тот самый момент, когда убеждали всех, что все в порядке, носили ОЗК. Когда смотришь, как люди, которые расследуют, одеты в эти огромные ОЗК, но каким-то образом людям уже можно возвращаться домой. Они эвакуировали где-то около мили. А те, кто дальше, сами по себе. Если хочешь уехать, уезжай. Если хочешь пить воду в бутылках, иди и покупай, если хочешь. Но все за свой счет. И знаете, мы забыли, что все это случилось из-за компании, зарабатывающей миллиарды долларов. Итак, люди, живущие там, очевидно, хотят ответов. Опасности нет, говорит парень в ОЗК. Жители Ист-Палестина собрались в городской ратуше. Мэр только что сказал жителям, что из Белого дома ничего не слышно, вплоть до вчерашнего дня. Пока это не стало для них политическим временем. Мэр также сказал, что не имеет понятия, где сейчас находится Пит Бутиджаджа. Пит Бутиджаджа. Субтитры создавал DimaTorzok